привет друзья конечно всех волнует что изменится на ютюбе в 2019 году все с тревожностью ждут того что будут происходить какие-то катастрофические перемены которые лишат авторов youtube каналов лишат дохода всем придется идти на завод и мы сегодня об этом поговорим у нас есть некоторая инсайдерская информация а в конце мы подробнее поговорим про эту зловещую статью 13 которую так активно обсуждает европарламент и которая уже на грани принятия и как мы с вами понимаем все равно этот закон будет принят и вопрос лишь в том насколько суровыми будут последствия для авторов давайте начинать и первое что всех волнует и о чем мы поговорим это монетизация youtube каналов здесь несколько аспектов первое сколько же ждать уже блин одобрения монетизации сколько занимает время рассмотрения заявок как изменится механика рассмотрения как мы с вами знаем сейчас youtube утверждает что вся очередь заявок которые ожидают рассмотрение будет ликвидирована к марту месяцу но по прошлому опыту мы замечаем что youtube уже много раз смещал эти сроки когда-то это было середина 2018 года когда-то это был декабрь 2018 года когда-то это январь 19 теперь срок март так что мы ожидаем что в 2019 году если процесс рассмотрения заявок и будет нормализован то это может происходить скорее концу или хотя бы к середине года да мы ожидаем что очередь заявок станет меньше но тем не менее не ждите каких-то адекватных разумных предсказуемых сроков для одобрения монетизации с нуля при этом важно понимать что если канал состоит например в медиа сети и по каким-то причинам отключается то ему будет потом проще одобрить монетизацию он просто вернется на adsense если таковой у вас был и ожидать долго не придется если монетизацию на канале вырубают тут нужно поговорить о двух аспектах первое это почему будут вырубать монетизацию и второе в каких случаях и в какие сроки она будет восстановлена почему будут вырубать здесь youtube будет преследовать интерес рекламодателей никому не нужен новый скандал на ютюбе они происходят регулярно связанные с рекламодателями и связанные с тем где именно размещается реклама каких видеороликах как они порочат честь достоинства бренд компании которая рекламируется youtube будет все пристальнее следить за тем контентом которые размещают авторы и за его пригодностью для рекламодателей поэтому будет еще более тщательный анализ мета данных а именно названий описаний тегов автоматически или вручную созданных субтитров все это делается с той целью чтобы не пропускать недопустимые видеоролики будет более острая реакция в плане проверок на жалобы зрителей и будет больше триггеров для срабатывания алгоритмов которые проверяют контент на пригодность для коммерческого использования поэтому ждите что если вы размещаете какую-то дичь или то что не пригодны для рекламодателей можно нарваться продолжает ужесточаться и подвергаться более тщательному контролю проверка прямой рекламы которая размещена на каналах поэтому общая рекомендация в 2019 году если есть какой-то product placement вашем видеоролике обязательно отметьте галочкой то что там есть действительно встроенная реклама это не помешает нужно ли ставить отдельно галочку для того чтобы зрителям показывалось уведомление о том что есть прямая реклама это на ваш выбор это не повлияет на потенциальные проблемы конечно же не рекламируйте трэш ни в коем случае никакие мошеннические сайты никакие сомнительные сайты никакие псевдоинвестиционные компании никакие там рулетки сервисы с оплатой по sms никаких букмекеров азартные игры и прочую ерунду это делать нельзя потому что очень высокие риски того что в такой ситуации вам отключат монетизацию будьте крайне осторожны с музыкой которую вы используете в роликах потому что мы видим что нарастает количество каналов которые отключают от монетизации потому что они используют стороннюю музыку можно использовать только музыку из фонотеки youtube либо из музыкальных библиотек медиа сетей это единственные два безопасных источника музыки если вы используете стороннюю музыку даже без авторских прав есть реальные риски что вам вырубят монету также будьте максимально осторожны с цитированием добросовестным использованием видеороликами с лицензией creative commons любое использование стороннего контента это потенциальный риск отключения монетизации чем больше доля стороннего контента тем больше этот самый риск поэтому по минимуму в целях цитирования также будьте осторожны с любым производным контентом созданным на основе каких-то игр мобильных либо десктопных это не суть прежде всего изучите лицензионное соглашение по данной игре потому что где-то размещение видеороликов разрешено где-то запрещено а любой контент созданный на основе кадров из игры это по идее собственность правообладателя издателя данной игры поэтому можно нарваться на то что вам могут кидать страйки либо блокировать такую игру через контент айди в том числе ручные блоки могут отправлять либо просто заявлять права на такой контент и это тоже потенциальный риск для монетизации помните что наличие заявок по системе контент айди это тоже важный пункт который входит в сложный алгоритм анализа вашего youtube канала на предмет пригодности его к монетизации если такие заявки есть и они нарастают то канал может быть выключен от монетизации будьте осторожны и вообще как пишут сотрудники youtube более безопасно если вы снимаете игры делать так чтобы вы были в кадре хотя бы там сделайте какую-то вебку лучше чтобы контент перемежался вашим прямым участием и какие-то сюжетные ролики поэтому максимально осторожно какие-то кат-сцены ну то есть там что-то заскриптованное какие-то видео из игр по возможности избегайте потому что скорее всего во первых это чужой контент во вторых они могут вполне себе распознаваться системой контент айди не нужно на это нарываться дальше что еще касается отключения монетизации дублирующий контент не нужно делать дублирующий контент по возможности его нужно минимизировать то есть не используйте любые ролики пусть даже якобы разрешенные которые заливают на множество каналов не грузите к себе не перезагружайте ваши видеоролики на разные каналы и не перезагружайте один и тот же ролик под разными названиями это все дублирующий контент это все манипуляции алгоритмами youtube и можно нарваться на отключение монетизации также максимально осторожны будьте в плане переводного контента на другие языки огромное количество ситуаций когда видеоролики например на русском на английском на немецком но с разным звуковым рядом но одинаковый видеоряд перезагружаются на разные каналы собственно автора и каналы либо отключают от монеты либо банят потому что youtube считает что это тот же контент просто перезалитые множество копий в этом нужно быть осторожным что если монетизацию вам так и вырубили но во-первых всегда смотрите на письма которые приходят на почту youtube там сообщается о причинах на почту канала на почту аккаунта где у вас канал youtube расположен и во-вторых в разделе в вкладке монетизации либо канал статус и функции вы видите состояние вашей монетизации да будет наверное больше случаев когда монетизацию вырубают за дублирующий контент за любой сторонний контент на этом можно нарваться и в такой ситуации через 30 дней вам можно подать повторную заявку на монетизацию что делать если монету вырубили прежде всего нужно понять причины если на канале есть сторонний контент если вырубили за не авторский контент монету полностью очищаем канал от этого всего делаем его сто процентов авторским может быть все не так ужасно и например монету вырубили потому что на вашем канале недостаточная активность либо меньше тысячи подписчиков либо меньше четырех тысяч часов просмотра за последний год тогда просто нужно усилить активность на канале добрать эти параметры и ситуация будет решена как правильно работать с каналом чтобы развивать его более активно об этом мы учим нашей бесплатной школе ссылочка есть в описании записывайтесь проходите не пожалеете далее если за какие-то другие нарушения у вас вырубили монету с правом подачи через 30 дней помните что канал нужно привести в полный порядок рассмотрение будет пристальным рассмотрение будет не только автоматическим но и реальный живой сотрудник youtube посмотрит ваш канал по целому специальному закрытому чек-листу параметров которые подвергаются проверки поэтому канал должен не вызывать никаких подозрений и опасений кроме авторского контента дублирующего контента пригодности контента к монетизации важно также проверить нет ли нарушений законодательства недопустимых призывов либо какого-то слишком единообразного контента но есть например каналы которые пытаются там продавать какие-нибудь айфоны например через интернет-магазин и у них куча однообразных подобных роликов там купить айфон в интернете купить айфон дешево купить айфон в москве купить айфон со скидкой и прочее просто создано для забивания поисковой выдачи такой контент не пригоден для монетизации считается что просто эта манипуляция алгоритмами с целью охватить большее количество поисковых запросов например низкочастотных надеюсь что этот момент вам понятен естественно убедитесь что нет никакой недопустимой рекламы если есть либо удаляйте эту рекламу полностью редактируйте ваши ролики удаляйте ссылки из описания либо удаляйте ролики полностью то есть канал когда он полностью чистый пригодный тогда можно рассчитывать на то что на нем может быть подключена возвращена монетизации только тогда есть смысл подавать повторную заявку если вы на авось подаете заявку не исправив ошибки на канале она будет отклонена и вам в конечном итоге могут просто навсегда вырубить монетизацию что не есть хорошо будьте в этом отношении осторожны дальше что касается потенциального повышения требований для монетизации может ли оно происходить в 2019 году да в принципе это возможно и может быть это будет связано с действием статьи 13 чем мы поговорим несколько позже потому что это требования которые налагают на авторов еще больше ответственность это финансовые риски финансовая ответственность потенциальные штрафы для youtube как для площадки естественно не будет это позволять и будет всеми возможными способами это избегать второй вопрос который тоже всех волнует это алгоритмы youtube как будут вводиться в строй новые алгоритмы на что они будут направлены в каком направлении движется youtube в принципе здесь мы видим следующую картину во первых возрастает количество авторов на ютюбе возрастает конкуренция и ютюбу нужно будет более точно и более релевантно аранжировать видеоролики для того чтобы в наибольшей степени оправдывать ожидания зрителей поскольку каналов становится все больше и они все интенсивнее охватывают потенциальное поле интересов зрителей ютюбу все труднее бывает выбрать наиболее релевантные ролики эти ролики которые зритель прямо сейчас хочет посмотреть как мы видим для этой цели youtube в начале внедрил алгоритмы искусственных нейронных сетей которые базируют ранжирование включил их источниках трафика на основе интересов конкретно данного зрителя на основе его прошлой истории опыта взаимодействия с видеороликами времени просмотра активности лайки дизлайки комментарии шеры перемотки участие в вопросах заходы на канал и так далее куча факторов это тоже сохранится естественно это никуда не денется потом youtube внедрил систему колокольчиков и оповещений то что можно получать либо не получать уведомления потом усложнил эту систему например сделав возможным получать уведомления только на какие-то важные события либо не только на важные события потом ввел вкладку сообщества для отдельного взаимодействия короче youtube будет настраивать дальше вот эту воронку фильтрации чтобы зрители имели возможность получать только те уведомления которые им действительно потенциально интересны чтобы они могли смотреть те видеоролики которые в наибольшей степени оправдывают их ожидания в силу роста конкуренции поэтому не ждите что система уведомлений будет работать идеально я думаю что по-прежнему могут возникать проблемы с тем что не приходят уведомления о выходе нового ролика зрителям либо они приходят с задержкой не приходят уведомления о стриме либо они приходят как-то криво либо приходит не всем плюс видеоролики по кривому отражаются в фиде либо вообще могут не показываться например на главной странице у релевантных зрителей эту систему youtube активно меняет дорабатывает поэтому она еще не стабильно и мы не рассчитываем на то что в 2019 году она станет внезапно работать как часы но youtube будет нарабатывать именно те механизмы которые будут фильтровать выдачу конкретно под интересы зрителей поэтому важно будет именно наращивать интерактивное взаимодействие со зрителями наращивать уровень доверия и повышать так скажем ожидаемость ваших видеороликов чтобы вы максимально оправдывали ожидания зрителей чтобы они прямо ждали выходного ролика и хотели его увидеть поэтому нужно думать о том что хотят зрители увидеть на вашем канале нужно разрабатывать более продуманную контент-стратегию придерживаться железобетонно по возможности графика публикаций настраивать видеоролик заранее делать для него хорошее название хороший значок чтобы повышать фактор обнаружения об этом мы тоже говорим кстати говоря в нашей школе youtube бесплатной школе и тогда вы будете иметь конкурентные преимущества чтобы в этой мясорубке всплывать наверх в хорошем смысле ну я понимаю что в тренды все равно будут всплывать те видеоролики которые не тонут но тем не менее любой интересный качественный контент пробьет себе дорогу в тех условиях которые я обозначил только что и это будет выражено в 2019 году также важно анализировать тренды важно понимать что сейчас зрителям интересно в том числе за рубежом потому что тренды приходят к нам с задержкой поэтому внимательно следите за трендами используйте инструмент google тренды который не только анализирует историю тренда но имеет некоторую предсказательную активность особенно при правильном его использовании следите не только за русскоязычными трендами но и за одноязычными трендами потому что так или иначе многие из них приходят к нам реализуются и можно быть на самом острие на переднем крае тех авторов которые успеют запрыгнуть в вагон с голубой надписью тренды и проследовать на нем к высотам к вершинам хайпа дальше обязательно наблюдайте за тем что делают другие авторы потому что многие из них весьма внимательны и некоторые применяют весьма интересные эффективные решения и вам важно опять же перенимать передовой эффективный опыт авторов в вашей контент-стратегии чтобы быть эффективными и в 2019 году в условиях возрастающей конкуренции и в условиях более избирательной работы алгоритмов youtube это будет как никогда важно дальше что касается еще одного важного аспекта работы youtube что касается безопасности на ютюбе здесь youtube будет наращивать естественно темпы борьбы с любыми искусственными нецелевыми источниками трафика это касается накруток это касается левого посева это касается всяких поддельных ложных просмотров этим ни в коем случае не занимайтесь youtube усовершенствует свои алгоритмы и в 2019 году во первых они будут более чувствительными во вторых вероятно пострадают те кто некоторое время назад занимались недобросовестным получением трафика накрутками просмотров подписчиков кликов и так далее потому что youtube хранит всю первичную информацию и по мере обучения искусственных нейронных сетей по мере совершенствования алгоритмов youtube производится ретроспективный анализ и некоторые каналы могут отключать от монетизации либо даже банить за неправомерные действия в прошлом об этом важно помнить и думать наперед когда вы размышляете стоит ли там купить какое-нибудь там количество просмотров и так далее это все очень рискованно не надо нарушать правил youtube дальше что касается ну например мата в видео или каких-то сцен которые могут быть потенциально недопустимы youtube расширяет спектр недопустимых моментов например детский труд казалось бы да мы об этом уже говорили но если вы принуждаете так скажем ребенка снимать вас или мыть ваш автомобиль или заниматься еще чем-то готовить еду то нынешние алгоритмы youtube и правила вполне себе могут расценить такой ролик как недопустимый потому что это эксплуатация ребенка использование детского труда что нарушает принципы сообщества youtube казалось бы совершенно нормальная вещь но даже потенциально то что привычно в нашей обыденной жизни может выглядеть недопустимым на ютюбе или если вы охотник и вы снимаете ролики об убийстве животных это тоже нарушает правила youtube youtube сейчас намечает новый тренд это тренд защиту животных поэтому такие каналы могут быть потенциально непригодны как некоторое время назад стали но такими не рукопожатными так скажем каналы посвященные обзорщикам оружия потому что это тоже не пригодно для рекламодателей в ряде случаев такие каналы даже банят казалось бы чудный дивный современный мир который полностью переосмысляет те вещи которые еще совсем недавно были нормальными и постепенно мы переходим к тому как будет власть правительство и другие структуры вмешиваться в работу платформы youtube мы понимаем что youtube это современное телевидение особенно для молодых людей это потенциальная возможность собирать митинги это потенциальная возможность распространять информацию которая может быть не угодно властным структурам это не вполне контролируемый ресурс хотя в этом отношении есть ряд вопросов и поэтому мы ожидаем что будет закручивание гаек в этом ключе что касается россии блокировки ютюба в 2019 году и действий русском надзора настоящий момент мы видим что youtube и google в целом вполне себе прогибаются под русском надзор есть каналы которые банят просто по решению суда либо по письмам из русском надзора такие каналы становятся недоступны в конкретной стране и мы видели такие примеры это и канал ходорковского и еще ряд других каналов которые так скажем относятся к оппозиционным и так далее естественно сейчас активно обсуждается вопрос создания чебурнета так называемого то есть отключение рунета от глобальной сети и в перспективе в обозримой перспективе это может происходить будет ли это в 2019 году я думаю что еще нет потому что во первых лягушки еще не настолько сварены и во вторых система в целом не готова потому что тут нужны и в принципе рабочие механизмы как вырубить этот самый интернет которые пока что еще не вполне проработаны но наши законодатели активно перенимают опыт китая и северной кореи и так или иначе все движется по этому пути будут ли какие-то дополнительные ограничения касаться ютюба и касат и касательно в целом интернета и думаю что да непременно что-нибудь придумают внедрят например сейчас ввели систему штрафов за оскорбление или там какую-то жесткую критику в адрес власти там по моему кого там депутатов не не депутатов но вы можете посмотреть закон и в общем это тоже такой себе вполне симптом нашей стране все движется по известному вектору в известном направлении тут как бы что еще можно добавить что касается других стран и мы переходим к статье 13 непосредственно это законодательная инициатива призвана запретить всем платформам на которых есть юзер generated контент то есть контент созданный пользователями использовать в этом контенте любой чужой материал то есть любое использование будь то добросовестное либо цитирование будет приравниваться к нарушению авторских прав это касается мемчиков это касается музыки это касается коротких фрагментов видосов это касается картинок все что угодно чужое в вашем видео это нарушение и эта статья будет действовать на территории всего евросоюза поэтому я думаю что она будет в том или ином виде все равно принята но где вы видели чтобы какое-то общественное мнение приводило к тому чтобы прямо не допускали принятия закона ну так или иначе примут просто могут немножко откатить вспомните нашу пенсионную реформу да хотя бы но я понимаю что евросоюз другая структура но власть действует мне кажется единообразно вне зависимости от страны просто где-то общественное мнение чуть-чуть учитывают а где-то на него просто уйдут известные органы не принимают его вообще никак во внимание где что думаю сами понимаете так вот все равно наверное эта статья будет принята либо в том виде в котором она есть сейчас либо в несколько измененном виде поэтому на территории евросоюза значительная часть видеороликов станет недоступна собственно по диапазоном айпи адресов наверняка будут это определять к авторам будут предъявляться более высокие требования в частности нужно будет указывать детальную информацию об авторских правах на все компоненты видеоролика и только после этого видеоролик можно будет размещать на ютюбе потому что если какой-то левый сторонний материал будет находиться в ролике и это будет обнаружено штрафовать будут сам ютюб а ютюб естественно не хочет нести риски и финансовую ответственность за действия авторов связи с этим и будут такие ограничения коснуться они разумеется не только ютюба но и любые популярные площадки будь то фейсбук будь то там другие какие-то мессенджеры и социальные сети все это будет подчинено таким правилам и это очень неприятно это очень опасно да то есть ютюб остается по-прежнему незаменимой и не имеющий серьезных существенных конкурентов площадкой для видео блогеров для в принципе видео формата общения но закручивание гаек ужесточение правил изменение алгоритмов повышение конкуренции все это ведет к тому что чем раньше вы начинаете активную систематическую работу на вашем канале тем больше вы получаете преимуществ и тем меньше у вас проблем кто начал свой канал год назад тот уже достиг определенных результатов занял определенные позиции чем позже вы не начинаете тем с большим количеством странных требований правил вы сталкиваетесь тем больше вам приходится преодолевать трудностей поэтому начинать нужно уже сегодня уже сейчас стоит ли отказываться от ютюба это в принципе ваш выбор но на мой взгляд это все равно что отказаться от мечты от целого ряда целей в жизни и признать себя неспособным признать себя неудачником смириться с этим готовы ли вы к такому я лично нет поэтому для меня ответ очевиден что будем работать в тех реалиях которые есть как вы думаете что еще изменится на ютюбе напишите ваш вариант в комментариях мне интересно прочитать а может быть у вас уже проделана определенная аналитическая работа и есть вполне себе обоснованные наметки которыми вы тоже готовы поделиться давайте обсудим это в комментах спасибо за внимание если у вас есть знакомый автор youtube каналов скиньте им этот ролик чтобы не расслаблялись ну и удачи успехов с вами кона дн подписывайтесь всем пока